За чашкой чая в неформальной обстановке активисты движения «Чистый город» обсуждают с главой Самары Олегом Фурсовым и председателем Гордумы Галиной Андреяновой свои инициативы и новые проекты. Этой весной участниками уборки города стали больше 4000 студентов. Сами организаторы акции не ожидали, что благоустройство Самары будет столь популярно среди молодежи. На всех акциях ребят приходит больше, чем даже мы планируем. Например, в парке Гагарина мы ожидали порядка 300 человек, а в акции приняло участие 405 человек, если сказать абсолютно точную цифру. Это показатель того, что молодежи это не безразлично и что это интересно. Шесть с половиной тысяч мешков мусора собрали молодые активисты. Порядок навели на общей площади больше 310 тысяч квадратных метров, а это почти 44 футбольных поля. Своеобразные рекорды в этом году ставили один за другим. Впервые, наверное, за много лет вот такое массовое участие молодежи в мероприятиях по благоустройству города было замечено и было организовано. Спасибо вам за это большое. Вы просто молодцы, конечно. И мы видим в вас, конечно, будущее города. Это просто новый этап в жизни Самары. Назовите это перезагрузкой, как угодно. У людей появилось желание вместе преобразить город. Мне бы очень хотелось, чтобы те активисты, которые собрались сегодня, обязательно продолжили все то, что вы начали. Как рассказали активисты чистого города, останавливаться не намерены. Год экологии уже распланировали. На этой неделе наводить чистоту отправиться в Куйбышевский район Самары. Затем в планах сажать деревьев. И на все лето окунуться в акцию «Чистые берега», очищать от мусора территории рядом с реками и озерами. Нам приятно находиться в чистом месте, нам приятно отдыхать с друзьями в чистом парке, сквере города Самары. И от нас, от молодежи, да не только от молодежи, а от жителей города Самары, зависит экологическая обстановка, чистота города. И мы сами должны же ее поддерживать. Волонтеры-студенты хотят привлечь к экологическим акциям больше школьников. А самые активные участники весенней уборки получат не только моральное удовлетворение, но и награды от администрации города. Марина Кравцова, Константин Галарин. События.